Девушки отдыхают Ничего об этом не помню Все позаду, все позаду Ангелика, после окончания школы Вы переезжаете в Москву поступать в театральный институт Вы были тогда слишком разочарованы, что не сдали вступительных экзаменов? Я не испугаться, не разочароваться толком не успела Потому что сразу после моих неудачных поступлений и экзаменов Папа меня взял в студийную работу И я сразу поняла, что поступление в институт и этот выбор был ошибочным И что вероятнее всего я буду заниматься музыкой все-таки Так что это было удачное стечение обстоятельств для меня В детстве вы занимались танцами Но на сцене у вас присутствует определенная сдержанность Вы не любите насыщенные хореографии во вокале? Наверное, я свое уже отплясала просто Нет, сейчас уже так не попляшешь, как лет 10 назад Сейчас уже есть надежда на мой коллектив, на ребят, которые делают это профессионально Главное, с удовольствием Петь и танцевать, это на самом деле не так просто Это большой труд А когда такой насыщенный график и такой много переездов Это сложно просто физически Кто-то был свободен словно южный ветер Было время много лет назад Было время много лет назад Мы мальчишка внутрь счастливый всех вновьст Было время много лет назад Кто-то был Vatic aoоней ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Специальность режиссер-постановщик. А что вас привело в мир поп-музыки, и особенно к увлечению латиноамериканскими ритмами? Ну, я скажу, все на пользу. Образование любое. Если твоя работа стоит на сцене, в любом случае любое сценическое образование, режиссерское, актерское, все это очень на пользу. Да и вообще образование, знаете, не помешает. У меня как-то с образованием живется, в общем, хорошо. А что касается поп-музыки, я песни всегда сочинял с детства. И что бы я ни делал, учился в театральном или в джазовом училище, как пианист и так далее, но песни всегда какие-то сочинялись. И так получилось, что все вокруг, мои друзья, в армии или в институте, в школе, и всегда песни какие-то мои подхватывали, пели и говорили, тебе нужны эти песни, обязательно, чтобы они стали известными, потому что у тебя получается. Все очень просто. Я вот и возомнил о себе, что вот нужно как-то. И потратил, конечно, много сил, и было неудобно немножко навязываться, и вот это пробиваться, раскручиваться как-то. Но я так верил в то, что эти песни кому-то нужны, что как-то наступил на себя в этом смысле. И так получилось, что действительно они стали кому-то нужны, эти песни. Слава Богу. А то, что вы сказали, я никогда не записываю мелодии на ноты, хотя я это могу, мне позволяет образование. Процесс сочинительства доставляет вам трудности? Таинство сочинительства, знаете, это большое удовольствие в первую очередь. А во вторую очередь, не знаю, что в первую, что во вторую, неважно. Главное, что без этого невозможно. Даже если я скажу себе, что каким-то образом другим могу зарабатывать себе на жизнь, например, и я не буду больше этого делать, я знаю, что пройдет небольшое время, и я все равно пойду к инструменту и буду что-то придумывать. Так было всегда с детства, и так, наверное, будет. Просто без этого не могу. А что касается писать на ноты, не писать на ноты, ну, это уже как кто. Кто-то пишет вообще без инструмента, сразу на нотный лист. Я люблю что-то играть такое, входить в атмосферу в эту, медитировать как-то, представлять себе что-то уже, и тогда сочинять. Всех по-разному. У меня так. Ну, потом, насколько я успеваю подглядывать за тем, как у Лёни случается этот процесс, у него есть старенький-старенький магнитофончик, на который он записывает периодически какие-то свои идеи музыкальные, и потом к нему, если не сразу что-то рождается, то он к нему часто возвращается, прослушивает, потом уже что-то получается. Анжелика, ваше мечтание... Я не выдал большую тайную надежду. Просто сейчас время, понимаете, уже такое, 21 век, и электроника, понимаете, гибернетика... Да, ушла вперёд. Ушла вперёд, и люди, в общем-то, включают компьютер, туда сразу заносят какие-то идеи, и сейчас такими магнитофончиками, кассетными же никто не пользуется, наверное. Я не могу с собой ничего поделать, у меня вот этот кассетник такой, старый, дубовый такой, тот ещё. Я вот к нему привык, и я это... Запись, перемотка, play, вот не могу без этого. И она не успеет, что-то произнести, с незаметной улыбкой пройти. Вы счастливые дети надежды, этот мыслячный мир, этот снежный, будет так нелегко найти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok